В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Избивали палкой, заставляли раздеваться, жгли одежду. Так наказывали за провинности перед наркомаркетом. Спортики. Фигурантов задержали милиционеры. Одно дело на двоих. Торговцев-оптовиков взяли с поличным в столице. Изъят мефедрон. И успешное предприятие может принести убытки. В Гродненском районе ликвидирован мини-завод по производству самогона. Вышибалы наркомаркета задержаны в Минске. Это двое молодых людей, которые по заданию куратора напали на девушку и ее приятеля. И жестоко избили. Все происходящее снимали на видео для отчета перед нанимателем. Парню отбить голову, девушку раздеть и сжечь ее шматки. Один удар в пачку, второй по голове. Установлено, что 20-летний житель столицы и его ровесник из Солигорска нашли в социальной сети предложение о незаконной подработке. И согласились за вознаграждение проучить наркокурьеров, которые присвоили себе психотроп. В лесном массиве фауранты в Балаклавах напали на девушку-закладчицу и ее спутника. Избивали палкой, заставляли раздеваться. Жгли их одежду и паспорта. Издевались и требовали извиниться перед наркомагазином. О произошедшем потерпевшие сообщили в милицию лишь спустя две недели после нападения. Но это не помешало сыщикам задержать нападавших. В отношении парней возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Менчанку и ее приятеля проверяют на причастность к распространению наркотиков. И двоих оптовиков торговцев наркотиками взяли правоохранитель в столице. Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН с поличным задержали 41-летнего Менчанина и его 44-летнюю знакомую. Известно, что фигуранты работали курьерами интернет-площадки по продаже наркотиков. Правда, карьера была недолгосрочной. Менее месяца. Они получали крупные партии товара, делили его на более мелкие, а после делали закладки в лесу. Накануне задержания пара забрала мастер-клад, то есть крупную партию дурмана. Наркотик планировали расфасовать в квартире. При себе у задержанных, а также по месту жительства, мужчины-оперативники совместно с кинологом ГУВД со служебной собакой обнаружили взяли свыше 600 граммов мефедрона. Благодаря грамотным действиям оперативников до потребителей не дошли тысячи доз психотропов. И еще один продавец наркотика задержан в Витебске. Оперативники выяснили, что 34-летний житель областного центра приобретал крупные партии в онлайн-маркете. Затем делил их на дозы и нес в массы. Дома у подозреваемого обнаружили 28 граммов марихуаны, а также гашиш и альфа-ПВП. Сотрудниками милиции установлен и покупатель запрещенного вещества. Им оказался 29-летний житель Витебска, который приобрел более 2 граммов марихуаны. Ранее мужчины судимы за незаконный оборот наркотических средств. Подозреваемые задержаны. Менчанин продавал автомобили с криминальным прошлым. СК поделился подробностями расследования уголовного дела о торговле похищенными в России машинами. По данным следствия, житель столицы последние два года размещал в сети объявления о продаже авто по привлекательным ценам. На его предложение откликнулся житель нашей страны и трое россиян. Встречи с потенциальными покупателями проходили в Беларуси. Продавец искусно презентовал транспорт. Это машины Хионде разных моделей. В деле фигурирует сумма 379 тысяч рублей. Вот только радость от покупки длилась недолго. Вскоре новые автовладельцы узнали о криминальном прошлом авто. Например, в одном случае свидетельства о регистрации и идентификационный номер авто оказались поддельными. В другом были проблемы с ВИН-номером и техпаспортом. Разочарование постигло и других покупателей. Однако призвать продавца к ответу оказалось непросто. Во время сделок он назывался вымышленными именами. Использовал поддельные паспорта, а также сим-карты, оформленные на других лиц. Благодаря кропотливой работе сотрудников уголовного розыска и следователей злоумышленник был задержан. При проведении обысков у фигуранта, среди прочего, изъяты 14 мобильных телефонов, детектор-банкнот, два комплекта номерных знаков, российские банковские карты. Установлено, что он пытался продать еще два автомобиля с криминальным прошлым – BMW X3 и Kia K5. Эти автомобили изъяты и помещены на специальную стоянку до решения суда. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Изучены контакты и переписка фигуранта в мессенджерах. Проведено более 60 допросов. В компетентные органы Российской Федерации направлено 16 поручений об оказании правовой помощи. По постановлениям следователей, специалистами ГГС проведено 37 криминалистических экспертиз. Согласно показаниям обвиняемого, он умышленно приобретал в России автомобили с темным прошлым для выгодной перепродажи в нашей стране. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. У него и раньше были проблемы с законом. Под следствием оказался и знакомый обвиняемого, который занимался ремонтом авто в Барановичах. По просьбе товарища он приклеил в две машины таблички с поддельными винномерами за вознаграждение. В отношении него также возбуждено уголовное дело. О происшествиях по линии ГАИ. Далее в программе материал Александра Камовича. Кто кого не пропустил на выезде со двора, выясняют в столичной госавтоинспекции. Накануне в Минске велосипедист влетел в автомобиль. Инцидент произошел на Партизанском проспекте. По информации ГАИ, автомобиль Хёнде выезжал со двора, когда в него въехал человек на двухколесном транспорте. В результате ДТП велосипедист получил травмы и угодил в больницу. В Витебске под колеса попала школьница. Она переходила дорогу по Зебре. Авария произошла накануне днем на улице Комсомольской. Водитель автомобиля Джили при переезде нерегулируемого пешеходного перехода не пропустил ребенка. После удара 11-летнюю девочку увезли в больницу для обследования. Еще один ребенок пострадал в аварии в Лиде. Водитель автомобиля БМВ сбил школьника на пешеходном переходе. В результате аварии парень с переломом левой ноги был доставлен в больницу. По информации ГАИ водитель не пропустил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Бресте водитель Opel из-за несоблюдения дистанции столкнулась с Peugeot. Виновница аварии получила травмы. ДТП произошло накануне утром на перекрестке. Девушка на Opel не выбрала необходимую безопасную дистанцию и влетела в попутную легковушку, которая остановилась для поворота. Водителя первого авто после оказания ей первой помощи отпустили домой. Сегодня в Бобруйске столкнулись Рено и Мерседес. В одном из авто оказалась заблокирована водитель. ДТП произошло утром на перекрестке улиц Гоголя и Октябрьской. 25-летней женщине из французского авто понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС достали пострадавшую из машины и передали медикам. С травмами она госпитализирована. Водитель Мерседеса не пострадал. О всех обстоятельствах разбираются ГАИ. В отношении жителя Новополоцка возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. В милиции сообщили, что накануне задержания 24-летний работник одного из местных предприятий отправил свои интимные фото парню из того же города. Виртуальному собеседнику 17 лет и ранее они знакомы не были. Больше подробностей дела пока не сообщается. Они станут известны по окончании расследования. Однако известно, что таким хобби фигурант увлекается уже около двух лет. Далее прервемся на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Наш выпуск. Стать обладателем криптовалюты, но попал в сети мошенников. К милиционерам за помощью обратился минчанин, который стал жертвой трейдера-афериста. В мессенджере мужчина связался с трейдером, обсудил с ним детали и договорился о цене. После нескольких успешных сделок продавец крипты сам предложил заявителю приобрести цифровую валюту. Покупатель согласился. Однако трейдер сообщил, что наличные в качестве оплаты необходимо передать посреднику. Он мне сначала написал, что есть там сумма 3700 долларов. Предложил мне купить. Я согласился. Он сказал, что приедет не можно его товарища. Встретились. Он сказал, что я ему отдам деньги, а его друг перешлет мне один к одному. Все, я ему отдал деньги, и никто ничего не приспал. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает. Не верьте сомнительным объявлениям в мессенджерах, где предлагают выгодно приобрести криптовалюту. Ведите переписку и совершайте сделки только на официальных биржах. Воспользовался лазейками упрощенного налогообложения и организовал разделение выручки на близких родственников, оформленных как подконтрольные ИП. В Гомеле задержан индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками молочных товаров. Причем задерживали мужчину красиво с бойцами гомельского ОМОНа. По данным финансовой милиции, за 4 года бизнесмен недоплатил в бюджет более 200 тысяч рублей. Вскрываем дверь! Или ломаем дверь! Милиция! При анализе деятельности одного из индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в инспекционной по Советскому району, было установлено его номинальное участие в предпринимательской деятельности. Проверочные мероприятия показали, что данный субъект является подконтрольным лицом другого индивидуального предпринимателя, который вместо создания юридического лица вовлек в свою предпринимательскую деятельность других взаимозависимых индивидуальных предпринимателей. Такие противоправные действия позволили сохранить особый режим налогообложения и вовлечь в деятельность индивидуального предпринимателя более трех наемных лиц в нарушение действующего законодательства. Такая деятельность также позволила распоряжаться свободными наличными денежными средствами с расчетных счетов всех участников схемы в сумме более чем 2 миллиона белорусских рублей. Искусственно разделяя выручку и применяя особый режим налогоблажения, в период с 2017 по 2021 год индивидуальный предприниматель занизил налоговую базу по подоходному налогу с физических лиц, а также налогу на добавленную стоимость. Это позволило предпринимателю не уплатить налоги в бюджет в сумме более 200 тысяч рублей. По факту уклонения от уплаты сумм налогов управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Имущество подозреваемых по уголовному делу на сумму 360 тысяч рублей арестовано. Внезапный приступ по агрессии обернулся уголовным делом для жителя Кобрина. Эта история произошла еще в августе. Фигуранту 21 год. Сейчас он дает показания следствию. Как сообщили в ведомстве, парень отдыхал в местном ночном клубе, когда между ним и другим гостем возник конфликт. Оба в тот момент были разгорячены спиртными напитками. Слово за слово перешли на повышенные тона, а после обвиняемый ударил оппонента. При падении 34-летний мужчина ударился головой от тротуар. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине причинены тяжкие телесные повреждения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. С ним проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Установлено, что ранее подозреваемый в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Блок новостей от спасателей продолжит эфир. Передаю слово Елизавете Локотко. Непотушенная сигарета – вероятная причина смертельного пожара в Новогрудском районе. Пламя в частном доме разбушевалось минувшей ночью. Возгорание заметила местная жительница и сообщила в МЧС. Огонь хозяйничал внутри строения, а также целиком охватил крышу. В одной из комнат спасатели обнаружили тело владельца жилья. В Вороновском районе огнеборцы пытались отвоевать у пламени автомобиль. Хозяин чинил машину в гараже, как неожиданно она загорелась. Водитель успел выкатить транспорт на улицу, чтобы огонь не перебросился на строение. Несмотря на усилия спасателей, ауди уничтожена, искра могла вспыхнуть из-за короткого замыкания. И еще одно автомобильное ЧП уже в Могилевском районе. Из-под капота припаркованной Мазды пошел дым. В момент инцидента людей в салоне не было. В результате пожара повреждены моторный отсек, капот и панель приборов. В Сомолевическом районе спасатели помогли найти мужчину. Со слов жены, утром муж ушел пасти коз и не вернулся к обеду. Его телефон был недоступен, мужчину нашли. Медики оказали ему первую помощь, после чего отвезли домой. Искали заблудившихся людей в массивах Брестской области. В леса нескольких районов пять человек ушли за ягодами и грибами. Найти дорогу домой никто не смог. Спасатели вывели любителей тихой охоты из угодий. Одну женщину госпитализировали с переохлаждением. Спасатели отряда «Зубр» сегодня помогали извлекать из реки Щара в Мостовском районе артиллерийский тягач. Это машина времен Великой Отечественной войны. Чтобы подготовиться к спецоперации, накануне бойцы МЧС обследовали территорию квадрокоптерами и приняли решение, что сначала необходимо откачать воду. По версии историков, в годы ВОВ на данной локации проходила наступательная операция. В результате действий фашисты взорвали путепровод и затопили технику. Минизавод по производству горячительных напитков раскрыли правоохранители в Гродненском районе. Масштаб впечатляет. Только самогонной браги было обнаружено около 7 тысяч литров. А также готовый продукт порядка 280 литров. Вскоре оперативники вышли и на владельца предприятия. Это 30-летний житель Свислочского района. Мужчина подошел к делу весьма скрупулезно. Весь самогон он настаивал в дубовых бочках. Готовая продукция и брага уничтожены. Самогонный аппарат изъят. По данному факту проводится проверка. Фигуранту, возможно, придется заплатить штраф. Полиция Испании сообщила об обнаружении более 700 килограммов кокаина. И нашли наркотик среди металлолома в контейнере. Танкер прибыл из Коста-Рики. Наркотики были спрятаны в алюминиевом саркофаге, который находился внутри контейнера среди 19 тонн металлолома. Об этом полиция сообщила в соцсети Икс. Отмечается, что задержаны 8 человек. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова